Беларусь и Узбекистан всего за пару лет во взаимных отношениях прошли путь, который прежде не удавалось пройти два десятилетия. При этом совместная повестка находится в тренде прекрасных отношений официального Ташкента как с Востоком, так и с Западом. Об этом сегодня заявил президент Беларуси на встрече с секторем Совета Безопасности при президенте Узбекистана Виктора Махмудова. Глава государства подчеркнул, что новое качество сотрудничества опирается на соглашение, достигнутое на уровне лидеров двух стран в рамках недавнего сентябрьского официального визита в Узбекистан. Именно тогда было принято решение сформировать и взять на контроль подробную дорожную карту по всем направлениям взаимодействия. Визит секретаря Совбез Узбекистана как раз и наполняет реальным содержанием большой блок военно-технического сотрудничества стран. У нас очень хорошие отношения с Узбекистаном. Я постоянно об этом говорю, я подчеркиваю это. И мы буквально вот за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия. И моей заслуги здесь, конечно же, меньше, чем заслуги моего доброго друга Шавкат Мирамоновича. Он просто молодец, молодец по всем направлениям. Я тоже это впервые говорю. Он нормализовал быстрые отношения с соседями. Он прекрасно себя ведет на международной арене. У него отличные отношения и с Западом, и с Востоком. И мы наблюдали последние переговоры с президентом России, хорошие договоренности. Поэтому и фон хороший для наших отношений, и хорошо, что у нас такие же отношения. То есть мы в тренде, как модно сейчас говорить. В последний визит мой в Узбекистан мы договорились с президентом Узбекистана об основных направлениях нашего сотрудничества. И пришли к выводу, что надо выработать конкретный план, дорожную карту, как модно говорить, и взять на контроль все вопросы нашего сотрудничества. Один из разделов этого плана – это военно-техническое сотрудничество. И вы в связи с этим находитесь в Беларуси. Я говорил президенту Узбекистана, что пусть приезжает любой представитель президента Узбекистана. Мы ему покажем все, расскажем, покажем, что будет интересовать в данном случае оборонный комплекс Узбекистана. Начиная от кадров и заканчивая вооружениями. Что мы можем сделать, вы в общем-то знаете. Ну и кое-что уже посмотрели, что еще не успели посмотреть, то вы посмотрите. И я еще раз заверяю вас, что все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятое на себя обязательство. Позвольте передать искренние слова приветствия и самые теплые пожелания от президента республики Узбекистан Шавката Миромановича Мерзияева. Он также хотел выразить признательность за радушный прием, за гостеприимство. Мы, когда бываем в Беларуси, мы чувствуем себя как среди родных людей. Поэтому нам очень приятно приезжать сюда. И мы с большим удовольствием вчера встречались с нашими коллегами, провели, значит, хорошие переговоры. Мы подвели итоги нашей работы. Мы с Советом Безопасности Республики Беларусь уже давно активно сотрудничаем. Получилось так, что практически вся дорожная карта, которую мы запланировали на 2018 год, она полностью реализована. Мы удовлетворены, значит, достигнутыми результатами. И по итогам наших консультаций мы подписали новую дорожную карту и наметили свою работу на 2019-2020 годы. План взаимодействия в военно-технической сфере на ближайшие два года включает в себя подготовку кадров, существенную модернизацию военной техники Узбекистана силами белорусского ВПК. Кроме того, официальный Ташкент не скрывает интересы к передовым разработкам отечественного оборонного комплекса. В частности, речь идет о системах залпового огня «Полонез», легкой бронетехники «Кайман» и беспилотниках.